Более 50 лет живет в Люберцах Полина Константинова. Накануне женского праздника председателя общественной ветеранской организации жителей блокадного Ленинграда приехал поздравить глава округа. Такого внимания Полина Константинова не ожидала. Вы очаровательная женщина. Можно вручить вам этот букет, поздравить вас с наступающим на сеном марта. Праздник женский, всегда лицетворение цветов. Ее отец с началом Великой Отечественной ушел на фронт. В семье было не до праздников. Мама работала на трех работах. Старший брат учился, только поступил в институт. Сестра тоже училась. Мы не знали, что такое 8 марта. А сегодня, сегодня вдруг глава администрации приехал, поздравил меня. Я не ожидала, я даже не знала, куда мне деться, потому что для меня это первый раз столько внимания. Детство забрала война. Полине было чуть больше двух, когда началась блокада Ленинграда. Некоторые эпизоды живы в памяти до сих пор. Когда репродуктор говорит, спускайтесь в бомбоубежище, я ему кричу. Вы знаете, я же одна в квартире, в комнате. Я боюсь, куда мне обратиться. Я не знаю, что мне делать. Пожалуйста, помогите мне. Это я помню точно, что я кричала в репродуктор. Но маленький ребенок не соображал, что эта связь совсем другая. Я не знаю, что меня никто не услышит и никто не увидит. Война ее не сломила, а только закалила характер. Полина окончила фармацевтическое училище и медицинский институт. Более 40 лет проработала в аптеках, воинских частей, в Кубинке и Люберцах. Она и сейчас в строю. Трудится в научно-исследовательском центре эксплуатации и ремонта авиационной техники. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Продолжение следует...